Всем привет! Галерея вкуса вновь на экранах ваших телевизоров. Мы снимаем здесь, в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все. Если вы в этом сомневаетесь, приходите и убедитесь в этом сами. Сегодня у нас в очередной раз весьма и весьма необычные участники. Вы наверняка уже привыкли к тому, что у нас чаще всего бывают популярные звезды дагестанской эстрады или, быть может, спортсмены. Сегодня нет. Сегодня мы решили отойти уже от этих правил и пригласили весьма и весьма необычных участников. Итак, прошу любить и жаловать. Шамиль Курбанов – представитель Политехнического университета. Он является студентом этого замечательного университета. И также он является депутатом Молодежного парламента при администрации города Махачкалы. Вот такой замечательный у нас участник. И очаровательная дама сегодня у нас – Динара Алиева, дизайнер по рекламе. Поподробнее мы узнаем, что подразумевается по словам «дизайнер по рекламе». Сейчас же я предлагаю в первую очередь уделить внимание блюдам, которые будут готовить наши участники. И начнем мы, пожалуй, давайте с Динара, давайте с дамы. Итак, расскажите, пожалуйста, нам, чем вы сегодня готовы нас удивлять. Ну, так как у нас три блюда должно быть, мы будем готовить куриную грудку отбивную под сыром, салатик небольшой и у нас будут на десерт фрукты с йогуртом. Фрукты с йогуртом. Ну, все так весьма легкие такие вывозные блюда, да, то есть неутяжеляющие. Ну, посмотрим, понравится ли жюри сегодня такая легкая пища. Что же у нас готовит Шамиль? Так, сегодня у нас будет семга с овощами, салат с красной фасолью и коктейль. Коктейль молочно-банановый, если я правильно понял, судя по ингредиенту. Кефирно-банановый. Кефирно-банановый. Ну, посмотрим, как отреагирует жюри на рыбу с кефирно-банановым коктейлем. Все продукты, которые вы видите на столах наших участников, любезно предоставлены супермаркетом «Седьмой континент». И по традиции я отчитываю до трех, и мы начинаем нашу кулинарную битву. Раз, два, три, поехали! Гефест. Готовить одно удовольствие. Мы вернулись в студию галереи вкусов, где наши участники уже вовсю готовят свои блюда. И, естественно, у меня огромное количество вопросов к ним. Тем более, что депутат молодежного парламента Шамиль еще и у нас является, как выяснилось, представителем туристической фирмы. Да, совершенно. Как удается совмещать сразу, получается, что три дела? Учиться, работать в туристической фирме и являться еще депутатом? Ну, необходимо, мне кажется, просто для этого грамотно распределять свои трудодни для того, чтобы успеть на всех поприщах. Что для тебя важнее из этих трех занятий? Самым главным, наверное, является эта моя работа, затем мое образование. Ну, вообще образование для любого человека, оно стоит на первом месте, так как мы в течение жизни всегда совершенствуемся. Живем за счет... А ты, вот, окончи учебу, ты будешь продолжать работать в туристической фирме или же начнешь что-то новое? А я не могу вам на этот вопрос ответить. Это пока же только... Какой эмоциалистом ты будешь по окончанию? По окончанию буду специалистом в области транспорта, транспортной безопасности. Замечательно. Дизайнер по рекламе. Поясните нам, пожалуйста, чем занимается дизайнер по рекламе? Дизайнер по рекламе создает дизайн, являющийся рекламой, который нацелен на продажу того или иного вида товара. Вы сами продумываете, как будет выглядеть данный дизайн? Или же есть команда, которая уже в конце вам говорит, вот, итоговый продукт такой-то, его нужно как-то показать потребителям? Ну, вообще-то нужно, конечно, продумать, потому что нужно обязательно продумать, на какую аудиторию будет рассчитано, где именно будет это находиться. Это будет полиграфия или это будет наружная реклама. Соответственно, к этому мы и просчитываем, как будет выглядеть реклама. Еще обязательно бывает, обычно бывают пожелания самих заказчиков, конечно же. Ну, а там уже совместно. Замечательно. А получается, что Шамиль у нас, вот мы говорим о совместном, в молодежном парламенте наверняка обсуждает различные, там, какие-то законы, или, быть может, предложения, для которых вы можете предложить, там, администрации, правительству. Конечно. Как проходит вообще совещание? Вы заранее готовитесь, приходите? Ну, конечно, мы готовимся, но из того, что было совершенно недавно, мы вот встречались с министром по делам молодежи Республики Дагестан, это вот Залон Мажорыч Курбанов, обсуждали законопроект, который собираются принять у молодежной политики. Ведь последние изменения были внесены в него только в 96-м году, поэтому с тех пор уже многое изменилось, изменилось восприятие молодежи. А насколько считаются с молодежным парламентом? Считаются. Молодежный парламент считают. Чего вы добились, например, за вот период существования? Молодежный парламент, мы являемся, скажем так, мостом между молодежью Республики и администрацией, в частности, город-администрацией. Мы доносим до них какие-то наболевшие проблемы, желания, то, что они хотят реализовать, но у них нет возможности, а мы им помогаем. Какие основные проблемы молодежи сегодня? Проблемы молодежи? Ну, наверное, например, в частности, я могу сельскую молодежь взять. Нет, не доносится до них те или иные мероприятия. Вы часто бываете на молодежных мероприятиях, вы знаете, что везде одни и те же общественники. К сожалению, я вижу эту проблему. А вот, например, никогда не пробовали сотрудничать с рекламными дизайнерами, которые, например, могли бы проработать рекламу так, что любой сельский житель понял бы, что есть возможность, просто нужно обратиться в конкретный орган? К сожалению, мы не пробовали, но вот у нас есть теперь, мы можем спокойно сотрудничать. Мне кажется, наметки будут уже сделаны. Вот так, уважаемые телезрители, получается, что галерея вкусов сегодня, быть может, станет, как уже сказал Шамиль, мостом между взрослым поколением и молодежью. И тогда, благодаря динаре, у нас, быть может, сельские жители будут понимать, что от них хотят и каким образом они могут пригодиться нашей замечательной республике. Вернемся к обычной жизни вашей. Вы вообще часто готовите начать с динары? Я, ну, по роду того, что я мать и хозяйка, естественно, каждый день. Каждый день. А вот Шамиль у нас? У меня, к сожалению, не удается в связи с моим графиком. Не всегда, иногда и порой нет вообще ни желания, ни уже и сил за что-то браться, что-то готовить. А любимое блюдо какое у вас? Ну, наверное, хинкал. Хинкал? Учитывая нашу ментальность. Динара. Я очень люблю блюдо уму из виноградных листьев. А умеете готовить хинкал? Хинкал, да. Конечно. То есть, может быть, молодежный парламент зайдет к вам в гости обсудить очередной дизайнерский план рекламный. И как раз попадут на хинкал. Вы наверняка путешествуете, в особенности в Шамиль, раз он связан с туристическим бизнесом. Ну, я связан с туристическим бизнесом, но, к сожалению, не всегда удается использовать свои возможности куда-то выезжать. Опять-таки, ввиду занятости? Ввиду занятости и, не зря говорится, народная мудрость сапожник без сапог. Так как необходимо выстроить работу здесь, и поэтому не могу пока себе позволить отдыхать. Понял. Но последняя страна, где побывать успел? Ну, это в основном Турция. Турция. Чем-то запомнилась Турция? А, запомнилась. Например? Всем известным фильмом «Великолепный век» находился при его съемках. При его съемках? Было достаточно интересно на площадке. А как получилось, что вас допускали к съемкам? А, проходила экскурсия, в которой я принимал участие. Я представляю сейчас, как вся женская половина, которая смотрит «Галерею вкусов», просто обзавидовалась. Потому что, насколько я знаю, все смотрят этот сериал. А вы, Динара, где побывали? Я побывала во многих местах нашей страны. К сожалению, за рубеж мне не удавалось никогда выехать. Но, а так, я была и в Прибалтике жила, и в Сибири жила, и в Баку жила. А где есть что-нибудь интересное в меню, какие-то блюда? Что-то запомнилось, чего здесь не попробовать? У Прибалтов есть такое блюдо, называется нацепелины. Я не знаю, кто-нибудь слышал или нет. Очень своеобразное блюдо. Это практически единственное блюдо, которое есть у Прибалтов. Они им очень гордятся. Что входит в состав этого блюда? Оно такое своеобразное. Мы привыкли видеть как бы тефтели, а у них это тефтели еще заворачивается в картофельное пюре и обжаривается. Вот это, оно имеет вид круглый такой. Цепелин, если вы знаете, это дирижабль. Вот он напоминает форму дирижабля, поэтому его называют цепелин. Интересно, а в Турции чем-нибудь удивляли, Шамиль? В Турции удивляли только мы. А, вы удивляли. А чем удивляли? Ну, тем, что у нас достаточно очень интересные были ребята, с которыми мы поехали отдыхать. И получилось даже так, что в какой-то период сами наши туристы проводили экскурсии, чему турки были удивлены, так как ребята были первый раз в Турции. Вот такая молодежь сегодня в Дагестане, уважаемые телезрители. Сейчас в молодежном парламенте какой вопрос рассматривается основной? Сейчас мы попробуем вас объединить, кстати. Есть вопрос какой-то интересный? О деятельности молодежного парламента. Мы сейчас проводим, ну, начинаем второй этап проводить выборы президентов школ. Это достаточно интересный был проект. Мы хотим вовлечь молодых людей. Чем должен заниматься президент школы? Он лидер университета, ой, своей школы. Он будет поднимать какие-то насущие проблемы, которые встают перед школьниками. И уже лидера этой школы, президента, мы включаем в состав молодежного парламента в качестве помощника депутата. Пока этим мы, можно сказать... А как будет выбираться, как будет выбираться? Сейчас смотрят школьники нас, например, и думают, вот я бы хотел стать президентом. Ну, начну, наверное, с президента школы. А в школе будет выборы проходить? Он будет проводить и предвыборную агитацию со всеми необходимыми этапами. То есть настоящие выборы? Настоящие выборы. Как бы мы могли прорекламировать выборы школьников? Ой, это сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, в данном случае... Так, чтобы школьники пришли на эти выборы. Я поняла. В данном случае, я думаю, что нам нужно... И подумали, да что, без меня деканта зауч выберет. Я думаю, что имеет смысл использовать не столько наружную и полиграфическую рекламу, чем я занимаюсь, сколько, наверное, всякие гаджеты, потому что наша молодежь больше ориентирована на телефоны, гаджеты, планшеты. Я думаю, что именно этот вид рекламы их очень сильно привлек бы. Я так думаю. Скажем, те самые рекламные баннера, которые используются там, или какие-то всплывающие окна, или те же самые ватсапах, смс-ки и ватсаповские сообщения, я думаю. Но вы являетесь дизайнером по рекламе именно полиграфии и наружной рекламы. То есть отношения к гаджетам вы не имеете. Я правильно понимаю? Нет, к сожалению, нет. Но если, допустим, поступает к вам заказ, вы, получается, отказываетесь от него? Нет, я не, получается, отказываюсь. Но так как я связана с рекламой, я думаю, что есть необходимость использовать лучшее, как бы не мой профиль, а улучшить сам доступность этой рекламы. В данном случае я думаю, что в таком случае. А наружную рекламу тоже можно сделать и полиграфическую тоже при раздаче в школах. Почему нет? А Шамиль вместе со своими ребятами, которые входят в парламент, сколько человек вообще собирается в период, когда вы что-то обсуждаете? Ну, у нас порядка 65 депутатов. 65 депутатов, которые думают, как, например, привлечь на выборы школьников. Может ли один дизайнер по рекламе заменить 60 депутатов своим предложением, то есть дать возможность лишить работы, я это буду говорить прямо, 65 депутатов? Ну, думаю, лишить работы нет, но помочь может, однозначно. У вас нету дизайнера по рекламе своего? А у нас среди депутатов есть. У нас просто получается так, что... Вот и задача, Динара. И повезло. У нас получается так, что состав Молодежного парламента набирают именно представителей общественных организаций, представителей вузов, и среди них имеются, конечно, и депутаты, которые в том числе разрабатывали лейбл и макет нашей эмблемы Молодежного парламента. Вот сейчас совсем скоро стартует форум «Каспий». Это, насколько я понимаю, аналог в какой-то степени форума «Машук», который проходит в Пятигорске, также «Селигер». Кто инициатор и для чего вообще создан этот проект? Ну, проект уже существует на протяжении четырех лет. Тогда создавался данный проект для привлечения молодежи к общественной деятельности. Форум является он образовательный. Он несет с собой образовательный характер. В форум каждый молодой человек, который принимает участие, он может получить новые компетенции, новые навыки. Это социальное проектирование, это бизнес-проектирование. И затем данному молодому человеку это поможет в жизни. Опять-таки я хочу, извини, что перебиваю, поинтересоваться, как молодой человек может попасть на этот форум. То есть любой желающий может прийти и получить навык или же как-то отбор? Любой желающий может зарегистрироваться на сайте, а затем уже по его анкете будет именно проходить отбор. Вы занимаетесь разработкой, например, логотипов? Конечно. Есть у форума Каспий свой логотип? Да, конечно. Это просто надпись Каспий или что-то интересное? Это буква К в исполнении дизайнера, достаточно интересная с учетом и Дербенской крепости на Рынково, и ВОН. Можете спокойно убедиться в этом. Здорово. Ну, я столько вопросов вам задаю, вы отвечаете. И вот как-то я вас немножко, наверное, отвлекаю от приготовления ваших блюд. Вообще, как у вас все получается? Все прекрасно. Все прекрасно? Ну, естественно. Я открою вам секрет, уважаемые телезрители. Дело в том, что, во-первых, вся линейка кухонь, которая представлена в торгом Доме Киргу, она действительно очень удобная, очень стильная. Можете прийти и убедиться в этом сами. Ну, и, конечно же, техника, которая сегодня представлена здесь, в нашей студии, в галерее вкусов, это техника фирмы Гефест. Компания Гефест – крупнейший в СНГ производитель кухонных плит и встраиваемой техники. Современный дизайн техники Гефест делает ее центром кухни. Гефест – это настоящее европейское качество по разумной цене. Весь технический арсенал кухонной техники Гефест на службе у хозяйки помогает в воплощению самых смелых кулинарных идей. Одним словом, вдохновение – это, на самом деле, дело техники. Ну что ж, я даю возможность нашим участникам немножко уделить внимание своим блюдам. Через несколько мгновений мы вернемся, поэтому ни в коем случае не переключаемся. Гефест. Готовить одно удовольствие. Гефест. Мы вернулись в студию галереи вкусов, дамы и господа, у нас здесь во всю кипит работа. Давайте поподробнее сейчас узнаем, что происходит у наших участников. На каком этапе приготовления вашей блюны? Практически все закончили. Салат почти готов. Сейчас накрошем курицу. Отбивные у нас готовы практически, нужно только пожарить. Салат тоже на стадии готовности. Замечательно, замечательно. Здесь как повредить? У нас буквально пару минут, и основное блюдо будет готово, салат уже готов. Салат, а не за десерт. Еще у вас таксов. Давайте, ребята, не избавляйте. Ну что ж, давайте вернемся к вопросам. Вопрос к Динаре. Ой, я извиняюсь. Динара, ответьте, пожалуйста. Представим ситуацию, что конкретному человеку, конкретной компании, допустим, нужна реклама. Он обращается к менеджеру рекламному. Во многом ли зависит сумма вложений в рекламу, или же все-таки больше имеет значение то, какой именно профессионал занимается рекламой? Я думаю, что имеет значение и то, и другое, потому что, во-первых, вложенная сумма, смотря какая акция, соответственно, вкладывается сумма, соответственно, большая часть на аудитории ее увидит. Чем больше вы потратите, соответственно, тем больше людей увидит. Естественно, зависит от того, насколько профессионально человек владеет своими навыками. А давай посчитаем, Шамиль, какие виды рекламы сегодня есть. Есть телевидение, есть наружная реклама, есть интернет-реклама, да, допустим? Еще видео. Видео. Ну, телевизионное. Да. На твой взгляд, какая реклама сегодня работает лучше всего? Мне кажется, наиболее на сегодняшний день актуально это вот именно в соцсетях, реклама в соцсетях, так как большое количество молодежи не выпускают из рук телефона. А если мы рассчитываем не на молодежь? Тогда телевидение. Телевидение. Тогда получается, что наружная реклама совсем не нужна, что ли? Не, ну что вы. Наружная реклама необходима для того, чтобы элементарно для автовладельцев. Давайте поинтересуемся у профессионала. Расскажите нам, пожалуйста, вот, может быть, сегодня нас смотрят люди, которым очень необходима реклама, а они не знают, какой вид рекламы им действительно необходим. Что сегодня максимально актуально? Я думаю, что это будет зависеть от того, какой вид товаров вы собираетесь рекламировать, потому что различный товар ориентирован на различную аудиторию. Технику. Вот мы хотим рекламировать технику того дома Киргу. Ну, в данном случае, я думаю, что будет полезна как наружная реклама, так и телевидение, потому что, ну, я думаю, что и печатная продукция тоже, потому что она ориентирована на достаточно большой пласт людей, это как домохозяйки, так и, в принципе, мужчины, потому что они пользуются тоже бытовой техникой. Я думаю, что все виды рекламы здесь будут очень актуальны. Мы сегодня очень много говорили о соцсетях. Хотел узнать у Шамиля, как влияет на нынешнюю молодежь возможность вот иметь любое техническое приспособление дома, доступ к любой информации. Это как бы в плюс идет или же все-таки... Конечно, это идет в плюс. Молодежь начинает быть мобильной. Не кажется ли, что раньше, чтобы получить ту или иную информацию, человеку нужно было взять книгу, почитать, найти нужное что-то для себя? А сегодня все, пожалуйста, тебе на тарелочке. Если правильно... Все, даже писать не нужно и печатать не нужно. Можно отправить голосовое сообщение. Не идем ли мы к тому, что завтра люди перестанут писать и вообще разучиться? Да нет, вы что? Для того, чтобы грамотно пользоваться именно и так же гаджетами, необходимо опять-таки зайти, посмотреть, найти эту информацию, опять-таки вычитать, а потом только уже будет какой-то результат. Я говорю, могу конкретизировать. Владельцы телефонов. Телефон сегодня это для многих игрушка, правильно я говорю? У вас есть дети. У них есть телефоны? Да, у старшего есть. У старшего есть. Не боитесь ли вы, что телефон для него это игра, там, я не знаю, он может отправить сообщение голосовое и печатать не нужно. Пришел он в школу, дали задание, он это в интернете нашел. Не боитесь ли вы, что завтра люди станут настолько зависимы от гаджетов, от всего, что просто своей головой думать никто не захочет? Я, честно говоря, не боюсь, потому что я думаю, что это зависит и от родителей очень сильно, потому что мой ребенок, например, сын не пользуется телефоном в качестве игрушки, а он пользуется непосредственно для дела или для работы, или для каких-то своих увлечений не так часто. Я думаю, это все-таки очень сильно зависит от воспитания. И это необходимая вещь, они без них не смогут, это мы на старое поколение, а им это действительно необходимо, у них скорость общения и скорость жизни совсем другая. Динара сказала, мы старое поколение, немножко порадовало меня. У меня вопрос к Шамилю. Вот мы, пока была пауза, немножко с тобой пообщались, и выяснилось, что ты был факелоносцем, но, правда, город Орел почему-то ты упомянул. Был факелоносцем на эстафете Олимпийского огня, связано это с тем, что в связи с сокращением именно промежутка пробега здесь, в Дагестане, в Махачкале, нас направили именно в Орел. А в Орле не было своих факелоносцем? Конечно, были, но, тем не менее, было очень приятно, когда жители города Орел нас встречали с овациями. Опять-таки вопрос, вот мы часто говорим, как происходит отбор. Сегодня мы неоднократно об этом говорили. Как выбирают человека, который будет нести факел? Мне посчастливилось участвовать в эстафете Олимпийского огня благодаря компанию Coca-Cola, которая объявила конкурс. Зарегистрировавшие люди имели возможность, они имели, вернее, личный кабинет, а уже остальные люди за него голосовали. Голосование было открытое, всероссийское. Ну и, соответственно, меня выбрали. У меня было большое количество голосов, в связи с чем я был выбран в качестве факелоносца. Еще также ты говорил о том, что ваш парламент посетил беженцев с Украины. Цель визита была какова? Наш парламент организует большое количество именно благотворительных мероприятий и участвует в тех, которые проводят на республиканском и на городском уровне. И вот именно посечение беженцев являлось тоже своего рода благотворительным мероприятием. Мы обеспечивали вынужденных переселенцам связью. На тот момент, когда они только прибыли в Дагестан, мы пытались для них создать некие условия. Вместе с компанией Мегафон, которая нам помогла в этом, они любезно выделили нам 600 сим-карт с положительным балансом, со специально подобранным тарифным планом, для того, чтобы жители Украины могли позвонить себе домой. А вот участник, который входит в этот парламент, он получает зарплату? Нет. Мы зарплаты не получаем. В чем аспектива тогда? Личностный рост. И все. И все. Личностный рост. Реализация себя как человека. Дизайнер. Финансово успешный человек сегодня? Хороший, да. Хороший, да. Хорошо, тогда такой вопрос. Возьмем страну Америку. Так. Сегодня там наверняка все прекрасно смотрят кино и видят, что основной упор дается на наружную рекламу. Потому что все горит, все вывески, все блестит. Мы придем к этому или же все-таки эра интернета уже не даст возможность нам раскрыть все возможности наружной рекламы? Я думаю, здесь проблема не в сфере интернета, а в ментальности. Я думаю, что нас это вряд ли коснется, потому что у нас совершенно другая ментальность. И люди не столько сейчас становятся броски, нападки на яркое и блестящее. Более интеллектуальные. У нас более интеллектуальная ментальность, чем я так думаю, чем у американцев. Вот мы начали говорить о менталитете. И вопрос сразу к Шамилю. Проблема молодежи, если брать относительно ментальности, в чем заключается? Вот нашего менталитета. Какова проблема? Что не так? У нас как таковой проблемы нет. Единственное, что если это транслировать на то, что где-то в центральной России о дагестанцах думают, что они как-то иначе, скажем так, то просто некая импульсивность наших молодых людей. Не пытались ли вы снимать видеоролики какие-то, которые бы призывали молодежь творить добро? Я являюсь также и студентом, ведь именно в студенческой среде мы занимаемся пропагандой именно как здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи. И социальные ролики в том числе входят в нашу работу. Мы их создаем для пропаганды здорового образа жизни. Понял. Линара, вы участвовали в каких-нибудь благотворительных акциях, где вам приходилось именно свой профессионализм демонстрировать? К сожалению, нет. Очень хотелось бы, честно говоря. А если бы предложили бы вам? С удовольствием поучаствовала бы. Слышишь? Слышишь, Аня? Мы обязательно. Все, что мы сделали для молодежного парламента за каких-то 40 минут передачи. Я надеюсь, Министерство молодежи, посмотрев этот выпуск «Галереи вкусов», оценит мои старания и старания, конечно же, всей нашей команды и торгового дома «Киргу». Кстати, дома, в котором есть абсолютно все. Давайте немножко отвлечемся от нашей работы и от кухни. Любите музыку? Я очень. Я страшный меломан. Поете? К сожалению, нет. Шамиль, ты тоже не поешь? К сожалению, нет. Стихи читаете? Ну уж. Юбилей Расула Гамзатова обошел стороной молодежный парламент? Нет, конечно. Каждый должен был хотя бы один стиль знать. Конечно. Наши ребята участвуют именно в социальных сетях, передают друг другу эстафету. Ты передавал эстафету? Передавал. Каких исполнителей предпочитаете? Любых. У вас есть возможность сделать благотворительный концерт для, допустим, мы возьмем, раз уж мы говорили, беженцев с Украины. Вот совместными усилиями определите, какого артиста вы пригласите? Ну, я думаю, наверное, это надо спрашивать у самих людей. У кого какие вкусы предпочтения? Да, у кого какие вкусы, а не наши вкусы, наверное, должны быть учитываться, нет? Ну, получается, сюрприза беженцам не будет, да, от вас? Я думаю, что благотворительный концерт – это немножечко как сюрприз. Хорошо, давайте перейдем к кино. Есть время смотреть фильмы? Иногда, очень редко. Последний фильм, который посмотрели? «Воздушный генерал». «Воздушный генерал». А что можете посоветовать телезрителям? Роскошный фильм из фильмов, да? «Воздушный генерал», а из наших фильмов мне страшно поклониться в фильмах «Двулоги», о чем говорят мужчины. О чем говорят мужчины. Действительно замечательный фильм. Советую всем посмотреть. Какие фильмы смотрит сегодняшняя молодежь? Ну, в частности, могу сказать о себе. Из последнего смотрел премьеру фильма, ну, Люси. Люси? Да. Что можешь сказать об этом фильме? Для тех, кто еще не ходил. Ну, достаточно интересный фильм для поклонников фантастики. Это все-таки фантастика. Ну, любви фантастики. Все как обычно. На каком этапе приготовления ваших блюд сейчас уже? Практически 5 минут и все готово. Как бы вы могли отрекламировать? Своё блюдо? Жюри, да. Вот жюри, например. Да, перед тем, как они будут пробовать. Ну, я думаю, одной из фразы. Есть какой-нибудь слоган? «Приготовлено с душой». «Приготовлено с душой». Шамиль, ты думаешь свой слоган уже? Я надеюсь. Конечно. Получается, здесь все практически готово. Шамиль, ты, я понимаю, не являешься рекламным дизайнером, не рекламным менеджером, но тем не менее, жюри, который сейчас нас смотрит, слушай, каким слоганом ты бы убедил, что твои блюда достойны победы? Ну, наверное, я скажу, что молодежь за креатив. И для меня это что-то новое, именно на телевидении в качестве повара. Надеюсь, будет оценено как-то. Здорово. Ну, что ж, наше блюдо практически готово, и все так быстро получилось, и это не случайно. Дело в том, что нам сегодня помогает замечательная техника от фирмы «Гефест». Сегодня по максимуму была загружена наша варочная поверхность от фирмы «Гефест», которая оснащена стеклокерамической поверхностью, также двухзонными комфорками, индикатором включения и выключения, таймером, блокировкой, автоматическим защитным отключением, сенсорным управлением, ускоренным разогревом. Вот такую замечательную варочную поверхность вы можете приобрести здесь торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все. Также продукты, которые вы видите на столах наших участников, любезно предоставил супермаркет «Седьмой континент». Ну и, как я погляжу, здесь еще какие-то заканчиваются штрихи, а Шамиль уже гуляет по нашей студии, по нашей замечательной кухне. Я так думаю, что мы подошли практически к финишу. Через несколько мгновений мы вернемся и посмотрим, какие же блюда все-таки получились у наших участников. Приглашаем познакомиться с новинками теле- и видеоаппаратуры, представленными в компании Киргу. Широкая линейка телевизоров восьмого поколения Samsung теперь и в Киргу. Известный во всем мире производитель, новаторый в области техники и технологий компания Samsung создает для всех поклонников интернета и телевидения необыкновенные возможности. Интеллектуальные телевизоры Samsung Smart TV серии 8000 – это воплощенная мечта об объемном и реалистичном изображении в элегантном корпусе. Новый Samsung Smart TV дает возможность искать на просторах интернета практически любую информацию – музыку, видео, а также увидеть на экране фотографии или домашнее видео. Но вне зависимости от того, что вы делаете, просматриваете фильмы или же просто слушаете музыку, великолепное трехмерное 3D-изображение и объемный звук всегда будет на самом высоком уровне. Этот телевизор определенно заставит вас пережить массу приятных впечатлений. Добро пожаловать в детский отдел торгового дома «Киргу», где представлена яркая, качественная и удобная мебель для ваших детей. Тем, у кого двое и больше детей, стоит обратить внимание на двухъярусную кровать «Фрутист» от российской мебельной фабрики «Алмаз». Два удобных спальных места, надежная лесенка ко второму ярусу, яркий дизайн кровати будет в радость вашим малышам. Кровать хорошо впишется в небольшую комнату и не будет выглядеть громоздкой. В основании кровати вместительный выдвижной ящик. К этой мебели вы легко подберете дополнительный шкафчик, стеллажи и даже письменный стол, так как производитель выпускает широкую линейку комплектующих к этой модели. «Фрутист», пусть сон ваших детей будет спокойным. Мы вернулись в студию галереи вкусов, где уже нас ждут готовые блюда. Давайте смотреть, что же получилось. Итак, Шамиль, я тебя приглашаю сюда за этот стол. Динара, рассказывай, пожалуйста, все ли получилось? Как ты хотела? Ну, я надеюсь, что да. Оценивать вам. У нас здесь будут отбивные с курицей под сыром, фруктовый салат очень легкий и легкий салатик с грибами, пекинской капустой и солененькими огурчиками. Оценивать, к сожалению, не нам, оценивать будет жюри. Идемте посмотрим, что нам приготовил Шамиль. Шамиль, у тебя все получилось, как ты задумывал? Ну, я так предполагаю, да. Оценивать, опять-таки, жюри. Внешне все, мне нравится. Очень, очень вкусно должно быть. Ну, у нас все участники, как сказала Динара, готовят с душой. А вот кто победит, мы узнаем уже совсем скоро. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Эти замечательные блюда сейчас отправляются в комнату жюри, которая и определит сегодняшнего победителя. Мы очень рады приветствовать у нас на Гребе и Вкусов Динару и Шамиля. Ребята от души постарались. Еда была очень вкусна. Ну, сегодня я свой голос отдаю Динаре. Прекрасный салат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас на Галерее Вкуса был отменный обед. Это было вообще восхитительно. Как всегда, не буду повторяться, моя любовь к рыбе пересилила и легкость салата Динары, и легкую курицу, как говорится. Но рыба, конечно, взяла свое. Было вообще очень вкусно. Я за Шамиля. Добрый день, уважаемые телезрители. Я приятно удивлен, конечно, что меня пригласили сегодня в жюри. Ну, насчет той кухни, которая сегодня была продемонстрирована, мне больше понравилась, конечно, кухня Динары, так как я не особый любитель рыбы и морепродуктов. Поэтому мой голос сегодня принадлежит Динаре. А что бы хотелось добавить, так мне очень понравился, конечно, вот этот молочный коктейль, который был приготовлен Шамилем. Ну, а об остальных блюдах и в салате, и в курице, конечно, Динара сегодня была на высоте. И женский пол сегодня, конечно, приятно удивил, вкусно удивил. Гефест. Готовить одно удовольствие. Итак, уважаемые телезрители, наступил тот самый мною любимый момент, когда наши участники ждут, кто же сегодня победил результатов. Итак, Шамиль, я прошу тебя, подойди, пожалуйста, к Динаре поближе. Сейчас мы будем называть сегодняшнего победителя. Как вы думаете, кто мог сегодня выиграть? Вы видели блюда? Мне кажется, Динара. Шамиля. А мне кажется, Шамиль. А мне кажется, победила дружба бы и победила бы, если бы участников в жюри было бы четыре. Но их трое, поэтому никак дружба победить у нас не может. Итак, объявляю сегодняшнего победителя. Победителем становится Динара. Я вас поздравляю. Спасибо. Но голоса разделились, Шамиль. Поздравляю. Я поздравляю тебя. Дама, кстати, отдала голос за Шамиля. Правильно сделала. А мужчины отдали голос за Динару. Итак, давайте теперь перейдем к подаркам. Самое интересное. Победитель сегодня получает вот эту замечательную варочную поверхность от фирмы Гефест. Теперь вы дома будете готовить одновременно четыре блюда и будете радовать свою семью замечательными, интересными кулинарными решениями. А от торгового дома Киргу, Шамиль, ты получаешь вот эту замечательную пароварку. Спасибо. У тебя будет теперь только дома полезная пища. Можете первое совещание со своими коллегами дома. И что-нибудь интересное им готовить. Кстати, вы там договаривались уже тхенькало. Не знаю, будет ли у вас эта тема или нет. Ну, это уже на ваше усмотрение. И от торгового дома Киргу еще. Вы получаете вот эти замечательные пакеты. В них много чего интересного. Потом спокойно посмотрите. Сейчас же я даю вам возможность обратиться ко всем телезрителям, которые сегодня вас смотрели и наверняка за вас болели. Прошу. Победитель. Я желаю вам всего хорошего. И очень прошу вас приезжать в торговый дом Киргу. Почему? Потому что я сама большая поклонница этого магазина. Здесь действительно есть все, что нужно в доме и для семьи. Спасибо большое дом Киргу за предоставленную возможность реализовать себя в качестве повара, попробовать что-то новенькое. Ну, все было прекрасно. И спасибо вам большое за то, что вели. Спасибо вам большое за участие. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Если вы считаете, что вы весьма интересный человек и могли бы принять участие в нашей передаче, присылайте свои заявки и свои письма на электронную почту, которую видите на своих экранах. Я благодарю нашего партнера, фирму Гефес, за то, что предоставила нам такую замечательную технику, на которой сегодня было готовить одно удовольствие. Также, конечно же, торговый дом Киргу, дом, в котором есть абсолютно все. Если вы в этом сомневаетесь, хотя я думаю, что таких уже не осталось, в любом случае приезжайте сюда и убедитесь в этом сами. Торговый дом Киргу, дом, в котором есть абсолютно все. Есть абсолютно все. На новой неделе новые участники, новые блюда, новые сюрпризы. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok